Волшебная страна Волшебной стране Самым сложным оказалось найти подходящее платье и научиться ходить на каблуках. Мы репетировали с сентября самого. Каждую репетицию старались более-менее. Роли мы выбирали, как кто сможет сыграть. И каждый пробовал каждую роль. И кому какая подходила, тот такую выбирал. В тот же вечер, с опасностью для жизни, он перелез через забор и шепнул страстным шутком. Ты должна быть моей. Для Агаты Фроловой занятие в театральной студии – это не просто развлечение. Это саморазвитие. Благодаря им она стала совсем другим человеком. Я с помощью этих ролей могу выбросить свои эмоции, которые накопились, не какие-то негативные. Я вспоминаю себя года четыре назад, когда я была гадким утенком и понимаю, что дерзко, наверное, это не звучало. Я стала прекрасным лебедем. Я не боюсь публики, я не боюсь людей. Я могу нормально общаться. У меня поднялась самооценка. Спектакль получился очень веселым и интересным. Зрители смеялись до слез. Вообще классно. Девочки молодцы. И мальчик, который сверху вылез девочкой, вообще классно. Девочки вообще все молодцы. Прям, не знаю, очень непривычно, правда, Чехова слышать, потому что у нас здесь такие более другие спектакли на патриотические темы. Ну, не очень понравилось. Прям в восторге. Так что, можно сказать, зрители были покорены. А такие отзывы, конечно же, вдохновят юных актеров на новые, интересные и необычные постановки.